Пятый фильм по вселенной зловещих мертвецов под названием Восстание зловещих мертвецов был снят режиссером Ли Кронином. Среди его работ я нашел только один фильм под названием Дыра в земле, который я еще не смотрел, но судя по описанию его стоит посмотреть. Сама же картина должна была быть сиквелом ремейка 2013 года, однако в самый последний момент студия решила перезапустить франшизу, перенеся события из хижины в лесу в населенный Лос-Анджелес, что для франшизы иногда не самый лучший выбор. Режиссер оригинальной картины Сэм Рэйми и исполнитель главной роли Брюс Кэмпбелл выступили в роли исполнительных продюсеров. Кэмпбелл также записал голос священника, который звучит в фильме во время проигрывания пластинки с заклинанием. По сюжету главная героиня Беф, которая работает в музыкальной индустрии, приезжает навестить свою сестру, одинокую мать по имени Элли, у которой три ребенка. После того, как дети ушли за пиццей, в городе внезапно происходит землетрясение и образовывается гигантская дыра, после чего один из детей решает исследовать ее, где находит проигрыватель и книгу мертвых, которая в итоге забирает себе. Во время проигрывания пластинки звучит древнее заклинание, вызывающее демонов, в результате которого весь дом становится обесточен, а его жителей подвергается смертельной опасности. Сама же Элли становится одержимой демоном, с чего в принципе и начинается фильм, и на долю Беф выпадает спасти детей от демона, который раньше был для них мамой. Что я могу сказать об этом фильме? Фанатам данной франшизы фильм однозначно понравится. Здесь все, за что мы любим зловечих мертвецов. Фантастический грим, спецэффекты, саунд дизайн, ну и конечно же черный юмор. Стоит упомянуть тот факт, что в фильме задействовано около 6500 литров искусственной крови. Однако не стоит рано радоваться. Судя по фильму, она использовалась только в сцене, где она волной выливается из дверей лифта. Сам же фильм, в отличие от его предшественников, мне показался не таким уж и страшным. Да, там есть мерзкие моменты с глотанием разбитого стекла, или сцена с теркой, используемой мне по назначению, но чего-то особенного ожидать от фильма не стоит. Зловещие мертвецы 2013 года под названием Черная книга мне показался более страшным. Пожалуй, для меня самым большим минусом была история. Здесь она абсолютно никакая. То есть, мы можем перемещать события будущих картин, куда нам только вздумается. В прошлое, в будущее, ну и не дай бог в космос. Как это сделали другие. Сам же Брюс Кэмпбелл, который отошел от роли Эша Уильямса, в одном из интервью заявил, что теперь продолжение можно не ждать по 10 лет. И они с Сэмом Рэмми постараются выпускать новые фильмы о зловещих мертвецах каждые 2-3 года, занимаясь комью продюсеров. В целом, мне фильм понравился. Я фанат франшизы, и я дальше буду следить за тем, что же авторы придумают в новых частях. Ну, опять же таки, история хромает, и много моментов в фильме просто нелогичны. Фильм о восстании зловещих мертвецов я поставлю 7 баллов из 10. Ну, а что вы думаете по поводу этой части? Чего вам в ней не хватило? Или все было идеально? Напишите в комментариях. Ну, а мы, как обычно, увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok